Ребят, привет еще раз. В этом видео я хочу затронуть тему боевой живучести летательных аппаратов времен Второй мировой войны. Почему не современных? Все просто. Современные данные слишком секретны и скудны, чтобы проводить какой-либо анализ и делать какие-либо выводы. Информацию для данного ролика я собирал из разных источников, но основным я считаю испытания 1946-1947 годов по материалам ГКНИ, которые были проведены по приказу главкома ВВС маршала К.А. Вершинина, но о нем позже. Давайте сперва посмотрим, что нам говорит Википедия в статье «Боевая живучесть летательных аппаратов», так как она является самым распространенным источником информации. Цитата «Появление на советско-германском фронте 20-мм фугасного снаряда к авиапушкам МГФФ и МГ-151-20 резко изменило ситуацию и впервые поставило вопрос о живучести конструкции самолета. Самолеты истребительно-деревянной и смешанной конструкции, а для тех, кто не в курсе, это в основном были Як-1, Як-3, Лаг, Ла-7, при поражении 20-мм фугасным снарядом не обладало конструктивной живучестью. Происходила потеря несущей способности и полное разрушение пораженных элементов, и как результат, необходимое число попаданий по одноместному истребителю не превышало 1-2. Иными словами, при попадании фугасного снаряда в киль или плоскость, самолет лишался этих элементов вследствие немедленного прекращения управляемого полета. Но не все же верить в Википедию. Переходим на следующий ресурс. Книгу «Штурмовики. Мы летали в ад». Там описана живучесть, пожалуй, самого крепкого советского самолета тех лет – легендарного летающего танка Ил-2. Находим соответствующую страницу и читаем. Боевой опыт и полигонные испытания показали, что для поражения Ил-2 было достаточно в среднем 1-2 попаданий снарядов калибра 37 мм или 3-4 попаданий 20-мм снарядов. Здесь отметим, что поражение не является фактически сбитием, а лишь является указанием на то, что самолет при таких повреждениях не сможет выполнить боевую задачу и атака наземных целей для него будет невыполнима. Читаем дальше. Попадание одного снаряда калибра 37 или 20 мм в любую часть мотора Ил-2 приводило к разрушению блока цилиндров, масла и водопроводов, масла бака, фильтра и т.д. Одного попадания таких снарядов в бортовую броню кабины летчика в передние и задние бензобаки были достаточны для вывода штурмовика из строя. При этом очень часто оказывалось перебитыми тросы управления рулем поворота. Приборное хозяйство приходило в негодность, а осколками от взрыва проникали в кабину стрелка, поражая последнего. При пробитии бензобаков, как правило, они возгорались и взрывались. Монококковая конструкция фюзеляжа Ил-2 оказалась довольно живучей, особенно после ее усиления летом 42-го, и выдерживала значительное число попаданий пуль и малокалиберных снарядов. Для того, чтобы разрушить фюзеляж, необходимо было обеспечить 6-7 попаданий в него 20-мм фугасных снарядов. Однако попадание в фюзеляж даже одного снаряда с высокой вероятностью приводило к перебитию осколками тросов управления рулем поворота. Статистика боевых поражений Ил-2 показывает, что в 57 случаев попадания снаряда в фюзеляж Ил-2 происходило перебитие тросов управления рулем поворота, и в 7% попаданий приводили к частичному повреждению трубчатых тяг рулей высоты. Кроме этого, осколки снарядов изнутри превращали в решету обивку фюзеляжа, от взрывной волны осколков разрушались трингеры, рамы, пробивалась бронеперегородка стрелка, который, естественно, поражался. Во время попадания в фюзеляж 37-мм снаряда, в лучшем случае самолет удавалось посадить на фюзеляж, в худшем самолет падал с оторванным хвостом. А вот еще интересный факт. Незначительная доля повреждений Ил-2 от огня истребителей Люфтваффе от 1,8% до 5,2% отчасти является следствием того, что пулеметно-пущенная очередь истребителя наносит куда более серьезное поражение Ил-2, чем огонь зенитной артиллерии, так как затрагивает сразу несколько элементов конструкции самолета. В результате большего комплекса повреждений Ил-2 уже не может продолжать полет и падает. Поэтому среди штурмовиков, возвратившихся на свой аэродром или севших вынужденно, с повреждениями от огня истребителей было значительно меньше, чем с повреждениями от зенитного огня. Ил-2 Ил-2 с таким количеством отремонтированных повреждений продолжала боевую работу. Наиболее зафиксированное в армии количество повреждений пробоин, полученных одним самолетом Ил-2, достигло 326, при этом самолет после ремонта ввели в боевой строй. Пробоины в этом контексте имеются в виду не количество попаданий снарядами, а количество пробитых дырок. То есть пробоин самим снарядом, плюс осколками, которые образуются после подрыва его в фугасной части, а также из-за разлицающихся в разные стороны фрагментов брони и блоков самолета в момент попадания. Для сравнения, истребители Ягд-9 удерживали в среднем 2-4 пробоины, а бомбардировщики П-2 не более 4-х. Неужели все так плохо с Ил-2? Давайте посмотрим, что мог сделать один немецкий снаряд при попадании в советский штурмовик. Читаем. Двухолонжеронное крыло Ил-2 смешанной конструкции, как показывает анализ боевых повреждений, имело не очень высокую живучесть. При попадании малокалиберных снарядов происходили срывы, разрушения стрингеров и обшивки на большей площади. Внимание! До 3-5 метров квадратных для снарядов калибра 37 мм и до 1,5 квадратных метров для 20-мм снарядов. При этом самолет Ил-2 становился трудноуправляемым и стремился сорваться в штопор. То есть 1,5 квадратных метра при попадании всего одного 20-мм снаряда. Теперь отразите это на одномоторный истребитель. Что касается одномоторных истребителей. Истребитель истребитель Розин. Давайте почитаем из американских испытаний по, наверное, самому крепкому одномоторному истребителю тех лет. Цельнометаллическому толстопузу P-47, который в сухой массе даже превосходит наш штурмовик почти на тонну. Нашим и немецким одномоторным истребителям до этого было очень далеко. Для этого обратимся к графикам из рассекреченного документа 1947 года под названием Airplane Vulnerability and Overall Armament Effectiveness. В нем истребитель P-47 был обстрелян разными калибрами с расстояния 500 ярдов. Этот график показывает процент ваншотности единичного случайного попадания. То есть такого попадания, после которого самолет упадет в течении 5 минут. Для 20-мм это 8%, а для 37-мм это 30%. То есть каждый 12-й Thunderbolt упадет в течении 5 минут после попадания первого единственного 20-мм фугаса. Ну или каждый четвертый после первого попадания 37-мм фугаса. И сейчас мы говорим о самом тяжелом одномоторном истребителе Второй мировой. Что же касается уязвимости более легких самолетов, Давайте посмотрим, что об этом пишет кандидат технических наук, гвардии полковник, инженер в отставке Романов Дмитрий Иванович в своей книге «Оружие воздушного боя». Интересен данный абзац про пушку ШВАК. Читаем. 20-мм авиапушка ШВАК. Кто не знает, она устанавливалась. ЛА-7, ЛА-5, Як-1 и так далее. Так эта авиапушка обеспечила прицельную стрельбу сопроводительного и оборонительного огня на дальности не менее 400 метров. Высокую плотность огня и сбитие любой воздушной цели двумя-тремя попаданиями снарядов весом 96 граммов. То есть 2-3 снаряда достаточно, по мнению этого полковника, было, чтобы уничтожить любую воздушную цель. Читаем следующий абзац. Интересно здесь то, что 23-мм пушка ВИА снаряд делал на входе отверстия 75 на 90 мм, на выходе 900 на 700 и зажигал топливо и конструкцию самолета. То есть на выходе практически метр квадратный. Была дырень. Вот. Эта пушка, кто не знает, устанавливалась на штурмовики ИЛ-2. Читаем следующий абзац. На этот раз про 37 мм к авиапушкам УКБ-15, НС-37 и 45 мм для НС-45. Это кто не знает, Як-9Т, Як-9К. Так вот, полковник пишет, что эффективность действия этих снарядов по воздушным целям характеризовалась безусловным поражением при попаданиями одним-двумя снарядами. То есть очень мощное оружие было. Самолеты, видимо, просто разрывало. Давайте про крупные снаряды еще посмотрим другой источник. Это история самолетов Соболева. Читаем, что анализ опыта воздушных боев Мессершмиттов против тяжелых бомбардировщиков показал, что для поражения четырехмоторного самолета типа Б-17 или Б-24 необходимо в среднем 20 попаданий с 20-мм пушки. Имеется в виду, наверное, МК-151. Из-за большого количества 20 попаданий немцы сделали уничтожитель бомбардировщиков, пушку МК-108, 30-мм. Вот, давайте про нее прочтем. Как мы видим, он указывает, что обычно для уничтожения крупного бомбардировщика было достаточно всего 3-4 попадания 30-мм пушки. Но что-то для Б-17, по-моему, маловато патронов. Давайте прочитаем зарубежные источники, посмотрим, как там дела обстоят. В англоязычной Википедии тоже написано среднее количество 4 попадания. А вот сайт Люфт-46 пишет уже о 5 попаданиях 30-мм снаряда. Другой американец, лейтенант-колонал Джордж Чин, морская пехота США в книжке 51-го года «Машинган» дает оценку, что для сбития любой цели достаточно было одного прямого попадания с пушки МК-108. В принципе, 30 мм практически на любой пушке достаточно мощное. На данных фотографиях вы можете посмотреть испытания МК-101 30 мм на самолете Хенши-124, а также сравнить входные отверстия от 30-мм 101 и 20-мм МГФФ. А вот испытания одномоторного мессера при попадании такого же снаряда в корпус самолета. Это же подтвердили англичане, когда испытали 108-ю пушку на своих спидфайрах и Блэкхеймах. Сначала испытали попадание в крыло на статичном самолете. А затем отстрелили задницу одним выстрелом. Результаты вы видите на фотографиях. В принципе, неудивительно, учитывая то, что Блэкхейм тоже снова выстрелы в жопу практически оторвало. Затем стрельнули по крыльям. Как мы видим, достаточно одного попадания для уничтожения либо истребителей, либо легкого бомбардировщика. Подробнее об этих испытаниях есть замечательная статья от Вейлайт Пликсина на LiveJournal, ссылку на которую вы сейчас видите на экране. Кстати, давайте посмотрим работу 30-ти миллиметрового Минкешотца по бомбардировщику Б-17. Впечатляет, не правда ли? Что касается пуль более мелкого калибра, давайте посмотрим, что может натворить пулю 14,5 мм, разрывная по металлу, схожему с крылом самолета. Это отчасти подтверждает испытания пуль калибра 12,7 мм разрывные в испытаниях, сделанных по заказу НИИ в 1946 году, о которых я говорил в начале видео. Давайте рассмотрим эти испытания. Данная информация взята из журнала «Техника вооружения» и статьи «Приказано выжить» от 2014 года. Отстрел самолетов для определения необходимого числа попаданий впервые был произведен по приказу главком ОВВС маршала Вершинина в августе-сентябре 1946 года. Для экспериментов использовали списанные тяжелые бомбардировщики П-8, фрагменты самолетов П-38, П-51 «Мустанг» и «Арадо-234». Отстрел производился на аэродроме Балбасова, Витебская область. Группой военных специалистов под руководством начальника кафедры бомбардировочного вооружения самолетов инженера-полковника Лунца, профессора, доктора технических наук военно-воздушно-инженерной академии имени Жуковского. В ходе этой работы было получено значение среднего необходимого числа попаданий для осколочно-зажигательных снарядов калибра 20, 23, 37, 45 и 57 мм, а также освоена методика проведения опытов и обработки результатов. Дальнейшее развитие эти работы получили в следующем году. Летом осенью 1947-го специалисты 4-го управления ГК НИИВВС и в АВИА имени Жуковского расстреляли уже 49 самолетов, в том числе 3 Б-24Д, 1 Б-17, 9 П-2, 2 Ту-2, 4 Ил-2, 13 АР-КОБР, 8 Ла-7, 2 Як-9 и 7 Як-3. В испытаниях задействовали 8 образцов авиационных пушек калибров 20, 23, 37 и 57 мм. 20-й калибр представляла советская пушка Г-20, английская Хиспана МК-2 и немецкая МГ-151-20, 23 мм советская пушка НС-23, 37 мм советская НС-37 и американская М-4, а 57 мм советская опытная авиапушка Н-57. В отечественных пушках использовались осколочно-зажигательные и бронебойно-зажигательные трассирующие снаряды калибра 20, 23 и 37 мм, а также фугасно-зажигательные снаряды калибра 57 мм. В немецкой пушке МГ-151-20 применялся только фугасно-зажигательный снаряд, в американской М-4 осколочно-трассирующие снаряды, а в английской Испана фугасно-зажигательные снаряды. Кстати, работу Испана вы можете сейчас видеть на видеоролике, я специально вовставил, чтобы продемонстрировать, как работает 20-мм пушка по истребителю типа Фокервульф. Как правило, для сбития хватает одного попадания. Данные гонкамы были записаны во время боев английских спидфайеров против немецких агрессоров. Но вернемся к нашим испытаниям. Стрельба пулями калибра 12,7 мм и снарядами калибра 20 и 23 мм, а также калибра 37 мм к пушке М-4 велась с дистанции до 120 метров, а 37-мм снарядами к пушке НС-37 и 57-мм к пушке Н-57 с дальностью 150 метров, так как взрыватель на меньших дистанциях не успевал взводиться. Ил-2 обстреливали бронебольно-зажигательными снарядами всех калибров с дистанции 100 метров. При этом за счет уменьшения порохового заряда подбиралась скорость встречи снаряда с целью, соответствующая скорости встречи на реальной дистанции воздушного боя. Вы можете досмотреть мой ролик до конца, а потом с помощью паузы внимательно изучить фотографии с результатами обстрела. Обратите ваше внимание на то, что даже пара разрывных пуль калибра 12,7 мм без особых проблем могут нанести критические повреждения самолету смешанной деревянной металлической конструкции по типу ЛА-7 или ЯК-3. Что уж говорить про 20-мм фугасы. Пора подводить итоги. В этом нам помогут графики, которые вы увидели сотрудники ГКНИ и инженеры. Как мы видим, для истребителя ЛА-7 в среднем требуется от 12 до 15 попаданий пуль 12,7 мм. Для ЯК-3 и того меньше, потому что самолет меньше. Ну а бронированный танк Ил-2 закономерно занял первую позицию. В среднем 42 попадания для уничтожения цели. Но самое интересное, это результаты 20-мм попаданий. Как мы видим, для ЛА-7 сзади требуется всего 1,8 попаданий. Спереди 3 попадания. На ЯК-3 и того меньше. Кстати, Пиа-2 недалеко ушел. В среднем 3 попадания с передней полу сферы и около 8 с задней полу сферы. Видимо, сзади он более бронирован. Ну а рекордсмен, как всегда, Ил-2. Средние 19 попаданий поставили его на первое место. Теперь посмотрим на крупные калибры по отношению к бомбардировщикам. Легендарные американские крепости Б-17 и Б-24. Ну и Ил-2 старичок. Как мы видим, Ил-2 недалеко ушел от Б-17 и Б-24. Б-24 немного крепче, чем Б-17. Но ничто не спасает от 37-мм снарядов. 2-3 попадания для уничтожения любой цели. Кстати, их слова подтверждают и летчики, которые говорят, что 37 мм вполне достаточно, чтобы разорвать самолет на куски. А вот пару закономерностей, выведенных сотрудниками ГКНИИ. Отношение среднего количества попаданий разнокалиберных снарядов к типу поражаемой цели. Интересная информация, не правда ли? Ну и напоследок, приложил пару интересных ссылок на ролики в ютубе. Первая ссылка на ролик по воздействию 20-мм бронебойного снаряда по большому американскому автомобильному двигателю V-8. А второй ролик, на котором вы можете увидеть обстрел с 20-мм фугасным снарядом металлического элемента, имитирующего крыло самолета. Да, и прошу заметить, что дальность стрельбы, по сути, влияет только на действия бронебойного снаряда и обычных пуль. А вот на фугасный снаряд нет, так как там особо не важна скорость встречи с снарядом с целью, а поражающий элемент у него это взрыв и образующийся в результате осколки. Ну что, ребята, различную информацию я вам предоставил, выводы делать только вам. Если ролик вам понравился и оказался в чем-то полезен, то ставим лайки, делимся и подписываемся на канал. Обсуждать ДМ различных симуляторов на основе полученной информации предлагаю в комментариях. Всем удачи и еще полетаем! Продолжение следует...